Большое внимание детскому спорту и отдыху уделили в текущем году в Экибастузе. В городе установили 50 новых игровых и 6 стритворкаут-площадок. Для развития здорового образа жизни открыли 20 мини-футбольных полей и 5 стритбольных площадок, а также обновили 10 хоккейных кортов. Подробнее расскажет Ермек Сапаров. Главная задача местных органов власти не просто установить спортивный инвентарь, площадки и благоустроить дворовые территории, а сделать это качественно. На данный момент в городе более 150 дворов нуждаются в обновлении. И в текущем году в 50 из них произвели долгожданное преображение. Благодаря поддержке Акимов области выделяется необходимое финансирование. Только на благоустройство дворов в текущем году было выделено порядка 1 миллиарда тенге. Это на асфальтирование, на установку детских игровых площадок. Кроме того, с городского бюджета дополнительно выделили финансирование на обустройство футбольных полей. Вот одно из них мы сейчас посещали, видели. Задача была создать такую спортивную инфраструктуру, которой будут служить долгие годы. К сожалению, опыт прошлых лет нам показал, что ограждения из 3D сеток, кроме того, из сетки рабицы, как правило, служат недолго. Поэтому в текущем году посоветовавшись с экспертами, кроме того, с спортивными функционерами принять решение установки более качественных ограждений. Касательно самого покрытия, здесь, в принципе, есть утвержденные СНИПы, согласно законодательству. И по данным СНИПам, значит, эти работы были произведены. То есть мы на этом не останавливаемся. В текущем году было выделено еще финансирование на обустройство хоккейных кортов. Как минимум 10 хоккейных кортов, которые у нас имеются в городе, мы будем демонтировать. Это, значит, хоккейные корты, которые устанавливались еще лет 20-30 назад. Поэтому требуют полного обновления. Больше сотни оставшихся дворов благоустроят в среднесрочной перспективе в течение двух ближайших лет. Проекты нынешних детских игровых площадок и футбольных полей находятся на стадии завершения. После завершения соответствующая комиссия будет заниматься приемкой данных объектов. Ну, по замечаниям, я думаю, если они и будут, поскольку это рабочий процесс, они будут устранены. Но в целом общественный контроль усилен, группа депутатского контроля у нас имеется, есть авторские и технические надзоры, которые занимаются приемкой работы. Поэтому в этой части, я думаю, проблем не должно быть. 20 футбольных полей, 10 хоккейных кортов, 50 детских игровых площадок, порядка 50 дворов в текущем году мы асфальтируем полностью с обустройством парковочных зон и так далее. То есть эти работы в текущем году, согласно утвержденного графика строительно-монтажных работ, у нас ведутся. Помимо асфальтирования внутриквартальных и внутридворовых территорий, в текущем году в городе обновили дорожное полотно на 2 километра на магистральных улицах. В этом году еще важное направление. Опять-таки, нужно упомянуть, что социальные объекты, в частности школы, детские сады, наши медицинские объекты, территории медицинских объектов, территории этих социальных объектов, они практически не асфальтировались долгие годы, десятилетиями, а то и 20-30 лет. Поэтому в текущем году мы, благодаря поддержке Акимовой области, получили необходимое финансирование. Из 56 объектов, которые у нас в городе имеются, 25 объектов мы асфальтируем в текущем году полностью. Территорию данных объектов. Это в том числе и роддом, это школы наши, детские сады. В следующем году мы данную работу продолжим. Я думаю, если бюджет позволит, мы завершим эти работы в следующем году. Но если будут какие-то нюансы, заминки, то, думаю, какую-то часть мы еще можем перенести на 26-й год. Как заверил Аким города, в ближайшие годы основные вопросы по благоустройству дворов и асфальтированию дорог будут решены. Ермек Сапаров, Медед Карем, Ертас Ахпарат из города Экибастуз.